Всем привет! Сегодня я покажу вам, как задекорировать свечи кружевом и лепниной. Для этого нам понадобятся свечи, кружево, шелковая лента, силиконовые молды и полимерная глина. Приступим к работе. Я отмеряю ленту на самой маленькой свечке и отрезаю. Нам нужна одна полоска. Запаиваю края зажигалкой, чтобы не осыпались. Далее отмеряю и отрезаю две полоски ленты для средней свечи. Также запаиваю края и отрезаю три полоски для большой свечи. Начинаем клеить ленту на свечу. Причем я склеиваю только края самой ленты, не попадая клеем на свечку. Это делается для того, чтобы потом можно было снять весь этот декор и поменять свечу в случае необходимости. Клеим две полоски на среднюю свечку. Следим, чтобы края ленты были приклеены ровно. Несмотря на то, что это будет обратная сторона свечи, делаем все аккуратно. Ту же самую работу делаем на большой свече. Когда клеим ленту, следим, чтобы нахлёст края на край был в одном направлении у всех трех полосок. Основа из лент приклеена, теперь можем приступать к декору кружевом. Так как свечка маленькая, я возьму только верхний элемент кружева и вырежу его. Отмеряем кусочек по окружности свечи и отрезаем. Теперь вырежу нужный мне кружевной элемент. Приклеиваем кружево посередине свечи. Также фиксирую края внахлёст друг на друга. Так как кружево достаточно широкое, то для средней свечи я также вырежу фрагмент. Приклеиваем кружево посередине свечи. Подтягиваю края кружева и клею друг на друга. Лишнее я обрезаю. Приступаем к работе с молдами. Я буду использовать самозатвердевающую полимерную глину. Она очень мягкая и пластичная. С ней легко работать, она быстро твердеет. Сразу прикладываем лепнину на свечу и придаем ей форму. На большую свечу я сделаю самый объемный лепной декор. У меня будет камея в рамочке. И два цветочных элемента сверху и снизу. На маленькую свечу я делаю меньше всего декора. Оставим глину затвердевать на 30 минут. Вот такая изогнутая форма получается после того, как глина затвердела. Теперь эти элементы можно приклеить. Наносим клей по всей поверхности молда и хорошо прижимаем к кружеву. Если вы хотите, чтобы лепной декор прожил дольше, я рекомендую покрыть фигурки акриловым лаком. Берем синтетическую кисть и наносим лак на молды. Получились красивые свечи, которые можно использовать в украшении интерьера или в качестве свадебного декора. Спасибо за просмотр! Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если у вас возникли вопросы, оставляйте комментарии. Я постараюсь на них ответить. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok